Субботник На сегодняшний день в Ремфонде у нас энергонасыщенные техники порядка 11 единиц. Все они у нас здесь на данном участке, поэтому до 1 марта указан у нас срок по восстановлению. Все мы приняли меры, организовали работу как в выходные дни, в будние дополнительно сверхурочное время. Принимаем все меры по восстановлению техники точно и в срок. Самые масштабные работы по благоустройству во время субботника развернулись, пожалуй, на Днепробрагинском водохранилище. Обратить внимание на этот объект составил неблагоприятный для сельского хозяйства прошлый год. По поручению правительства, сотрудники Института природопользования Национальной академии наук разработали комплекс мер по улучшению нейтрологической ситуации в Гомельской области. Среди предложений – заполнение Днепробрагинского водохранилища. По расчетам ученых, это позволит улучшить микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих территориях и таким образом повысит продуктивность сельскохозяйственных земель. Принять все решение предшествовал всесторонний анализ ситуации в регионе. Просчитаны и соотнесены экономическая и экологическая составляющая. Принято решение о его текущем году о заполнении, ввиду того, что имеем проблемы сегодня с осадками. Это даст возможность в определенной степени обеспечить наше прилегающее хозяйство около данного водохранилища водой. Потому что мы видим в текущем году, мы тоже будем избалованы природными условиями в части обеспечения осадками. Все средства, заработанные на субботнике, будут направлены на строительство мемориального комплекса в деревне Алла Светлогорского района, где в январе 1944 года каратели уничтожили 1758 мирных жителей. Олег Сентюров, Маргарита Котова, Евгений Макеенко. Новости недели.